Итак, друзья, Nokia выпустил обновленную версию Nokia 7.2 Вот так вот выглядит И, конечно же, уже сзади может быть что-то особенное Но вот вам спереди ничего не напоминает Мне лично напоминает современные смартфоны китайские Ну, скажем, Xiaomi и так далее Если мы посмотрим по характеристикам 48 мегапикселей камера Значит, разрешение 1080 на 2340 Фронтальная камера на 20 и Snapdragon 660 Ну и батарейка на 1500 Вам ничего не напоминает? Друзья, я лично сравнил с характеристиками Redmi Note 7 И, как видите, это полностью совпадает Тот же процессор, разрешение и так далее Все совпадает Единственное, ну, где-то что-то получше Фронтальная камера у Nokia получше Там 20 мегапиксельная емкость получше у Redmi Note 7 Ну, где-то что-то лучше есть NFC у Nokia, а у Xiaomi нету Плюс-минус, где-то хуже, лучше Но в целом это очень похожие смартфоны И по дизайну, и по качеству Ну, единственное, у Nokia на одну камеру Ширик, по-моему, там побольше Я думаю, что Шириком никто и не пользуется Там не так уж и много пикселей Ну, ладно, не будем об этом Может кто-то и пользуется Я не буду говорить об этом Но смотрите на цены Посмотрите на цены Во-первых, 4-5 отзыв одинаковые 4-5 баллов Только у Nokia 38 А почти в 10 раз больше у Xiaomi То есть он популярнее А почему так? Да потому что посмотрите на цену Конечно, дизайн у Nokia, мне кажется, ну, особенный Плюс лейбл Nokia и так далее Но посмотрите на цену, друзья От 16 против от 10 Блин, это больше Это на 60% разница То есть на 60% больше Относительно цены с Xiaomi Redmi Note 7 Больше стоит Nokia И он предлагает не на 60% больше Процессор тот же, экран тот же Камеры по сути те же 48 мегапикселей и так далее и тому подобное Но, понимаете, цена, конечно Вот в чем выиграют китайцы И неудивительно, потому что все комплектующие Производятся именно сейчас в Китае Им не надо везти Как вы знаете, Nokia, сама фирма Это вообще, как она была Финской фирмой Вот так она и осталась Посмотрите, Финляндия HMD группы и так далее Как она каким-то был, таким и остался Вот Так что, друзья, что я хочу сказать Что Что, кто Какой телефон Какой телефон выберут в России Конечно же Именно Redmi Note 7 Потому что он дешевле И все остальное, в общем-то, такое же Как у Nokia 7.2 Так же, друзья, вот такие вот новости И печально Я, конечно, не ожидал от Nokia Что немного они будут казаться Дизайн, они будут стараться дотянуть Именно дизайном до китайцев Они, по сути, все полностью Как у китайцев сделали Ну и Цена, ну, не знаю, друзья Хотя Nokia, конечно же Всегда Ностальгия У меня Я вообще хожу Вот с такими вот Nokia-телефонами До сих пор Вот И Ну, конечно, хожу с 3310 Хотя Вот эта Nokia Я уже забыл, как она называется Но Я его называю Ее называю Настоящим Носледием Nokia 3310 И Я с ними хожу Не надо заряжать Там Через даже два Или там Где-то через Я не помню Раз в неделю, что ли Или раз в несколько недель Надо заряжать Ну, по-моему, даже не раз в неделю А намного реже Вот И до сих пор пользуюсь Nokia Nokia просто Дизайн, лейбл Несмотря на все недостатки Nokia 3310 17-го года Все равно Как бы пользуешься И Звонишь И Все-таки Я не знаю, почему Нравится чем-то дизайн Нравится чем-то Ностальгия Лейбл Финская компания И так далее Оставляют все равно Приятные воспоминания Точнее, не оставляют А вспоминаешь Все только приятное Вот Ну, что ж, друзья Вот такой вот был обзор И пока Nokia, конечно Вне конкуренции К сожалению Против китайца Всем доброго До свидания